здравствуйте давно не записывала новые уроки все что я сейчас выкладываю это в основном то что уже было записано до того то что мне сейчас нужно восстанавливать много уроков с прошлого канала ну а наконец-то я вернулась к вам и снова записываю и первый урок который я запишу будет посвящен до мажору сейчас мы работаем со второклассниками и у нас такая тема есть одна из самых первых во втором классе работа в тональности до мажор устойчивые неустойчивые ступени вводные звуки или вводные тоны и опевание устойчивых ступеней и так давайте вспомним строение мажорные гаммы каждая гамма у нас имеет тоновая и полутоновая и так стране мажорные гаммы тон-тон полутон тон-тон-тон полутон 2 тона полутон но если вы помните это расстояние между нотками в 2 полу тона 2 полутона сложить вместе после целый тон если черненькая у нас между белыми клавишами есть это целый тон полтона плюс полтона равно целый тон и до мажор это такая тональность которая не имеет никаких знаков потому что строение мажорной гаммы у нас соблюдено тон-тон-тон-тон-тон-тон-полутон а в других гаммах у нас уже появятся знаки и так мы выяснили что в гамме до мажор знаков при ключе у нас нет все нотки беленькие самое главное первая ступень любой тональности которая называется тоника в до мажоре эта нота до тоника дает название всей тональности название тональности у нас есть два параметра высота основной ноты, вот у нас здесь нота до, и мажор, и лад, мажор или минор, вот у нас до и мажор, мажорный лад, вот как раз имеет структуру, которую я вам сказала, тон, тон, полутон, тон, 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 полутон, и мажорный лад отличается от минорного тем, что в основе тонического трезвучия, это все устойчивые ступени, взятые вместе, первое, третье и пятое, у нас лежит большая терция, то есть трезвучие основное, главное у нас мажорное, поэтому и лад тоже мажорный, но теперь немножко подробнее, и так, тоника у нас нота до, в каждой тональности есть устойчивые ступени и неустойчивые, устойчивые ступени, это те главные ступени, с которых можно начать мелодию, она будет тогда очень хорошо звучать, если мы, например, начнем с до, ну вот мишку с куклой сыграем, вот слышно, что вот это у нас главная ступень тоника, с нее вот мы и начинаем мелодию, и заканчивать тоже тоникой очень привычно, и даже скорее тоника в конце появляется чаще, чем в начале, то есть если начать мелодию можем и с третьей ступени, и с пятой ступени, и с четвертой, даже иногда и с седьмой, ну разные есть у нас мелодии, то заканчиваем мы, как правило, все равно тоникой, то есть если вам нужно найти тонику в мелодии, смотрите на последнюю ноту, но вообще лучше сыграть мелодию и ухом послушать, тянется куда-то последняя нота, или она устойчивая, как на две ножки мы стали, и так, значит, в до мажоре у нас тоника, нота до, и остальные устойчивые ступени, кроме первой, у нас третья и пятая, то есть эти все ступени находятся через одну, первая устойчивая, вторая неустойчивая, третья устойчивая, четвертая неустойчивая, пятая устойчивая, шестая неустойчивая, седьмая неустойчивая, и первая устойчивая. Если сыграть эти ступени отдельно, например, неустойчивые, то нам сразу будет слышно, что они куда-то тянутся, то есть хотят куда-то разрешиться, вот, например, давайте сыграем, я даю вам настройку на до мажор, играю тоническое трезвучие, развернутое, развернутое тоническое трезвучие Это до, ми, соль и повторяем сверху еще раз нотку до, которая была внизу Если мы ее повторили, получилось развернутое тоническое трезвучие До, ми, соль, до, соль, ми, до И чтобы настроиться на тональность, нам очень хорошо сыграть развернутое тоническое трезвучие Вот мы настроились А теперь давайте сыграем неустойчивые ступени и подумаем, куда же они тянутся Куда хочется разрешить? Та, та То есть вторая у нас потянулась в первую Посмотрите, вот здесь я записала весь звукоряд гамму до мажор До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до И показала стрелочками, как неустойчивые ступени тянутся, разрешаются в устойчивой Итак, вторая ступень нотка ре потянулась у нас в первую, в нотку до Ре, в до Теперь следующую играю Куда хочется Та, та Хочется разрешить Смотрите, фа тянется в ми, четвертая в третью тянется Уже вторая неустойчивая ступень у нас потянулась вниз, в близлежащую нижнюю устойчивую ступень Вторая в первую, четвертая в тридцать Смотрите дальше, шестая И шестая таким же образом у нас тянется в пятую, да? Вот ля тянется в соль Не фокусируется О, сфокусировалась Значит, шестая у нас тянется к пятой И самое интересное, куда тянется последняя ступень А вот седьмая единственная ступень, которая у нас тянется вверх Вот, посмотрите, пожалуйста Вот седьмая ступень неустойчивая тянется в первую устойчивую ступень Итак, давайте-ка еще раз Я сыграю вам разрешалочку И мы споем с вами по номерам ступеней Номера ступеней, кстати, как вы обратили внимание У нас записываются римскими цифрами Одна палочка, один Две палочки, два Три палочки, три Птичка, пять Птичка, да? Показывает Значит, один, два, три Пять птичка, да? Вот она Четыре это птичка минус палочка Где у нас четвертая? Вот палочка сначала, а потом птичка То есть птичка минус палочка Пять минус один, четыре Шестая это птичка плюс палочка То есть шесть и еще палочка справа А седьмая птичка и две палочки Вот и все Очень даже легко запомнить Можете поучить Итак, еще раз поем разрешалочку Вторая в первую Четвертая в третью Шестая в пятую Седьмая в первую Ну и нотками Ре в го Фа в ми Ля в соль Си в до Очень хорошо Ну и давайте теперь попробуем в разбивку спеть устойчивые ступени Это такое задание у нас тоже будет Итак, все устойчивые ступени вместе Складываются в тоническое трезвучие Такой самый главный аккорд Аккорд это вот созвучие Где не менее трех звуков расположенных по терциям Как правильно находится Это есть и кварт аккорды и квинт аккорды Но нам пока что они не нужны Итак Давайте споем тоническое трезвучие И таким образом мы сразу споем первую, третью, пятую ступень До, ми, соль И вниз Соль, ми, до Пойте со мной, да? И еще давайте верхнюю до захватим Теперь тоническое трезвучие развернутое До, ми, соль, до А теперь давайте-ка вниз До, соль, ми, до А теперь давайте по отдельности будем пробовать петь Итак, спойте мне пятую ступень Как нам ее найти? Вы поймете до, ми и про себя До, ми, соль Вот вы нашли пятую ступень А теперь давайте найдем первую Ну мы ее помним До А теперь давайте третью найдем Ми А теперь давайте верхнюю до Ми, соль До А теперь давайте от до вниз споем пятую ступень У нас получится устойчивая чистая кварта Такой очень ход популярный До, соль Как будто мы хотим спеть развернутое трезвучие вниз Итак, вам нужно уметь петь Звуки трезвучия в разбивку Любые И развернутое трезвучие вверх и вниз До, ми, соль, до, до, соль, ми, до И вот я показываю, вы поете До, соль, ми, соль, до, до Вот так вот учиться петь устойчивые ступени До мажора четко-четко их слышать А теперь давайте поем неустойчиво Попробуем их разрешить Итак, поем вторую До, ре, разрешаем в до Поем шестую Как найти шестую? Трезвучие про себя До, ми, соль Ля, разрешите, соль А теперь давайте седьмую Вот, кстати, такой секрет Седьмую не надо искать вот так До, ре, ми, ван, соль, на, си, раз, два, триста, пять, за, семь Вы можете просто от до вниз пойти Вот она седьмая, да? То есть ее не нужно искать вверх Ее надо одну вниз, и вам получится седьмая Точно так же шестую Две вниз, и получится у вас шестая Ну или трезвучие Шестая у нас надо трезвучие сразу находится Так, значит нам нужна седьмая Сразу одну вниз До, си, разрешите, до И четвертую найдем Четвертую можно, даже можно подряд То, ре, ми, фа Разрешили, ми Ну или по трезвучию То, ми, соль Фа, ми То есть вам надо учиться пропевать устойчивые звуки про себя Для этого мы поем их вслух Когда вы научились пропевать про себя Вы сможете любую неустойчивую ступень найти А это нам с вами нужно будет научиться делать Дальше Что такое вводные звуки? Как я уже говорила, самая главная Первая ступень любой тональности Называется у нас тоника У нее есть специальное название Тоника Самая главная ступень В до мажоре это нота до И тонику у нас окружают Сверху ре Вторая ступень А снизу Вот то, что мы искали только что Си Седьмая ступень И эти две ступени То, что ниже тоники И то, что выше тоники Называются вводные звуки Но они являются вводными Не просто если мы, например Вам скажем Спойте вторую ступень Ре А теперь четвертую Фа Тогда ре не вводный звук Вводным он является только тогда Когда после него идет тоника Итак, спойте верхний вводный звук А, и да, кстати Они так и называются То, что выше тоники Вторая ступень Это верхний вводный звук Вторая ступень А то, что ниже И после него обязательно должна идти тоника А то, что ниже тоники Это нижний вводный звук Это седьмая ступень И тоже после нее обязательно должно идти разрешение в тонику Итак Вот у вас нотка до Спойте, пожалуйста, верхний вводный звук Что выше тоники Это нота Ре И обязательно разрешить До Вот теперь у нас ре стал водным звуком А если после ре спеть соль или фа или ля Это не будет вводный звук Это будет просто вторая ступень Дальше Спойте нижний вводный звук Си И разрешите до... Хорошо. Поняли, чем отличаются вводные звуки от просто седьмой и второй ступени? Просто седьмая и вторая ступень могут без разрешения употребляться. Вот седьмая, потом следующая, спелища и так далее. А вводный звук обязательно нужно разрешить в тонику. На то он и вводный, он вводит в тонику. Хорошо. Так, ну и теперь давайте еще тему опивания устойчивых ступеней. Опивание значит окружение. У нас три устойчивые ступени, которые складываются в тоническое трезвучие, до, ми, соль, да, вы помните? И каждую из этих ступеней можно окружить близлежащими неустойчивыми ступенями. До мы уже знаем, что окружает си снизу, седьмая, и ре сверху, вторая. Итак, как сделать опивание первой ступени? Опивание можно делать двумя способами. Снизу вверх, сначала то, что ниже, потом то, что выше, а потом сама нота, которую мы опиваем. Посмотрите, я записала. Это называется опивание первой ступени снизу вверх. И можно сделать сверху вниз, наоборот, то, что выше, то, что ниже, сама тоника. Теперь давайте опоем точно так же третью ступень. До, ми, снизу вверх, что ниже, ре, что выше, фа, и сама ми. А теперь наоборот, то, что выше, фа, то, что ниже, ре, и сама ми. Вот эти маленькие мелодии, маленькие такие мотивы по певочке нужно запомнить, потому что не всегда ребятки могут чисто спеть. Си, ре, до, ре, си, до, ре, фа, ми, фа, ре, ми. Ну и пятую давайте снизу вверх. Снизу вверх, фа, ля, соль. Сверху вниз. Ля, фа, соль. Поэтому вы дома прямо играете и поете, чтобы вложить в голову себе этот мотив. Си, ре, до, и наоборот, ре, си, до. Третья. Ре, фа, ми, наоборот, фа, ре, ми. И пятая. Фа, ля, соль, ля, фа, соль. То есть развиваем ладовое чувство. Поем эти маленькие попевочки, да? Так, ну и ваше задание будет спеть ступени в разбивку, устойчивые, неустойчивые с разрешением, водные звуки с разрешением обязательно, и опевание устойчивых ступеней. А еще вам нужно будет их определить на слух, послушать. Вот я сейчас покажу, а вы попробуйте угадать, какую ступень я играю. Пойте за мной. До. По три звуча. До, ми, соль, соль. Чуть выше. Ля. Разрешили. Соль. Куда тянется? Ага, тянется снизу в тонику. Значит, это си, до, до вверху. То есть ступени на слух мы тоже делаем. Ну что ж, вот мы и...